Я хочу быть твоим псом. Старая песенка и кип-попа, впоследствии переначенная сексуальными пистолетами, всегда напоминает не единственный случай в моей жизни, когда я действительно хотел быть твоим псом. Вечерело. Мы зашли в подъезд, и я понял, что потребность в полном обладании может быть удовлетворена лишь в ситуации с той же полного подчинения. Затертая синтенция про дону, собственность, это кража. Не то чтобы спасла меня в тот момент, но поставила все на свои места. Сейчас я думаю, что это было проявлением религиозного чувства. Я хочу быть твоим псом. Эта новая кип-поп песня, later changed around by the sexual пистоли, всегда напоминает мне только когда в моей жизни, что я вообще хотел быть твоим псом. Это было почти вечером. Мы walked into an entryway, и я понял, что потребность для того, чтобы быть вашим псом. Продолжение следует... Продолжение следует... Московский диагностический театр. Злые города моего счастливого детства. Белфаст и Бейрууд, продолжавшие русский серебряный век, где многие тоже были на эту букву. Белфаст и Бейрууд для меня роднее, чем Блок или Балтрушайтесь. Только для Белого сделаю исключение. Только он смог сделать с головой подростка что-то такое, о чем больше не хотелось цепочки убийств на политической почве в качестве естественного, органичного обрамления дальнейшей жизни. Белый дом 93-го сделала мой родной город чем-то вроде Белфаста или Бейрууда, правда, совсем ненадолго. 4 октября я гулял за болестый трап на крыше Сталинского дома, расположенного напротив бывшего здания СЭП, и понимал, что мои детские мечты сбились. Тогда мне пришла в голову мысль об этом театре, в котором реакция на игру актеров позволяет поставить зрителю окончательный диагноз. Москва Диагностик Театр The cruel towns of my happy childhood, Белфаст и Бейрууд, which continued the Russian Silver Age, where many also began with the same letter. Белфаст и Бейрууд are more dear to me than Блок и Белтрушайтесь. Only for Гилли will I make an exception. Only he was able to do something to the head of a teenager such that chains of political murders and the capacity of the natural, organic framing of one's future life were no longer appealing. The 1993 White House transformed my home city into something like Belfast or Beirut, though only for a short time. On October 4th, I was smoking some strong weed on the roof of one of the Stalin skyscrapers right across from the former Council for Mutual Economics Assistance Building, and I knew that my childhood dreams had come true. And that's when I got the idea of this theater in which the audience's reactions to the actor's performance permits us to make a conclusive diagnosis regarding the viewer. Thank you.